Очень интересная выходит у французской компании серия игр, в которой вместо картинок и иллюстраций, которые бы рисовали люди или брали бы из нейросети, они используют настоящие фотографии. Только на фотографиях они берут себе не какие-то виды, пейзажи или людей, а берут всякие штуки, которые смастерились своими руками. То есть у нас уже была море соль бумага, которые были оригами, а профессиональных оригамистов. А сегодня на столе игра, в которой для фотографий из шишечек, палочек, веточек, кусочков мха и листочков собирают всяких волшебных тварей, которые вроде как вводятся в лесу, ну и в воображении этого самого иллюстратора и художника. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. На столе у меня сегодня Пикси. Это настольная игра про сказочных жителей леса. Выглядят они вот так вот. Там есть и такие всякие песики, и вот такие вот странные свинки, и различные феечки с летучими мышами и разными существами. Все они, как я уже сказал, собраны из различных даров леса, которые французский художник и фотограф ходит и собирает во время своих прогулок, а потом создает из них целые диорамы и картины и иллюстрации. И у нее даже есть книга, которая вышла на французском языке, в которой куча этих фотографий. Игра называется Пикси, потому что она посвящена тем самым Пикси. Если вы не знаете, что это такое, можете посмотреть, например, от Гарри Поттера. Там они изображены в качестве таких зловребных маленьких фей. Ну а здесь это, наоборот, такие добрые лесные существа, с которыми вы будете пытаться подружиться. Игра по правилам очень простая, как и предполагает для себя карточная игра. Это филерок или игра для начинающих, в которой вы будете создавать у себя сетку карт 3х3 карты и стараться набрать на них как можно больше победных очков. В течение трех раундов вы будете это делать, и тот, у кого по итогу будет самая большая сумма этих победных очков, и победит в игре. Выкладывать вы будете специальным образом. И вот про это я вам сейчас расскажу, потому что мы начинаем разбираться, как играть в Пикси. Итак, сначала замешивается колода карт, и мы смотрим, сколько игроков играет, столько карт в открытую выкладывается из этой колоды. И, например, я буду ходить первым, потому что я первым раздавал. Вскрываем три карты. И у нас здесь карты с разными цифрами и разными значками. Сначала нужно понять главную концепцию, что карты мы будем выкладывать в себя в воображаемой сетке 3х3, и всегда эти карты будут идти по порядку. Типа 1, 2, здесь должна была быть 3, здесь 4, соответственно пятерочка вылегла бы сюда, а вот шестерка легла бы сюда и так далее. То есть, понимаете, сеточка 3х3 у вас всегда есть, вот здесь вот эти невидимые ячеечки, пока еще в которые вы будете выкладывать карты с другими значениями. Когда карты только вышли, игроки по очереди будут разбирать их. Если я, например, первый игрок, я хотел бы взять себе единичку сюда, другой игрок возьмет себе двоечку, положит сюда, а третий возьмет пятерочку, положит сюда. Дальше. Эта игра была последним, соответственно, он вскрывает три новые карты, и он будет выбирать первым карту. Вот у нас вышли две шестерки и тройки. И, например, он хочет взять себе шестерочку положить вот сюда, я бы взял себе тройку, положил сюда, а этот положил бы шестерочку вот сюда. Он ходил последним, выбирал, поэтому он будет открывать карточки и, соответственно, будет брать себе карту первым. И он, например, возьмет себе четверочку вот сюда Этот возьмет себе троечку вот сюда А мне останется единичка И важный момент вот здесь в следующем Если я должен положить карточку туда, где у меня уже есть карта Я могу выбрать из этих двух карт ту, которая останется у меня лежать вверх лицом А вторую подложить под нее вниз лицом И это так называемая карта-фиксация Теперь у меня эта карта зафиксирована, в ней есть подложечка И это поможет мне получать победные очки и собирать их Если в какой-то момент игры мне приходит еще одна единичка, я ее должен забрать себе Я выбираю любую ячейку свободную, в которой нет карточки еще И выкладываю туда лицом вниз И значит, что если у меня сюда придет двоечка, я выложу ее просто сюда Для чего мы все это делаем? В тот момент, когда все ячейки на игровом поле будут выложены хотя бы у одного игрока картами И неважно, картами в открытую или картами в закрытую Заканчивается раунд и считается победные очки Игрок получает победные очки за каждый вот такой символ, вот этой вот спиральки Плюс за каждый крестик он получает себе очки в минус Плюс он получает себе победные очки за каждую зафиксированную карточку По ее номиналу То есть вот у меня здесь лежит двоечка И поэтому, соответственно, я получу два очка за это А здесь у меня лежит единичка, за это я получу одну очку Для спиралек неважно, есть ли подложка под картой или нет А для карт с номиналом это важно И, соответственно, здесь у меня будет три очка А вот эта карта мне очков не даст троечку, но даст три очка за спиральки Все понятно. То есть спиральки получаем всегда, крестики идут в минус всегда. А вот цифру получаем себе победными очками только если на ней есть подложка. То есть, как вы сами понимаете, девяточку подложить себе, сделать под нее подложку, было бы очень выгодно, потому что это 9 очков. Даже несмотря на то, что здесь 2 крестика, то я получил бы как минимум 7 очков за эту карту, если под ней была подложка. А подложку можно сделать под девятку каким образом? Либо, соответственно, открыв счет이나 девятку, либо когда у меня выйдет единичка, я мог бы сначала подложить сюда вот карточку, а потом вот так сделать, если мне пришла девятка после этого. И еще один важный элемент получения победных очков — это создание у себя так называемого кластера одинакового цвета карт. В данном случае у меня их раз, два, три, четыре, пять. Это пять карт. Вот эта карточка является картой любого цвета, потому что есть на ней такие вот символы. Это такой джокер. Его можно использовать в кластерах этих карт. У меня пять карт, и за каждую карту в этом кластере, в самом большом, то есть если бы у меня здесь было бы еще сколько-то синих, да, например, две, то за них бы я не получал бы ничего, а вот за самый большой бы получил. Я в первом раунде буду получать два очка, во втором три, а в третьем аж четыре. И вот на этом как раз строится игра на том, что вы, в зависимости от того, какие выходят карты, смотрите, как вам выгоднее собрать себе свою сетку для того, чтобы получать как можно больше очков. Но в этой игре хитрости на этом не заканчиваются. Она была бы слишком простой и не особо интересной, если бы это было бы все, что вы делали, и карты выходили к вам случайным образом. Когда выходят карты, вы смотрите не только на свое игровое поле, но и смотрите, что нужно оппонентам. Например, я понимаю, что вот этот оппонент собирает зеленые карточки, поэтому, возможно, в тот ход, когда я могу не дать ему взять зеленую карточку, например, подложив ее под какую-то свою другую, или, например, просто используя себя пока в надежде, что потом я ее переверну и на нее положу другую, мне было бы неплохо забрать у него зеленую карточку. Или, например, если я вижу, что у человека уже есть девяточка, а тут в розыске девятка, наверное, стоило бы ее взять, чтобы он не смог подложить себе под нее карточку и получить на этом целых девять очков. Опять же, есть некоторые карты, у которых есть вот такие символы, и они говорят о том, что за каждую желтую карту, например, там такой есть с красными, с синими, с зелеными, вы получаете одно победное очко. Возможно, если у человека есть эта карточка, а то и две, желтые карты лучше, чтобы ему не доставались. А еще, в принципе, неплохо, когда у игрока на конец хода остаются карточки, на которых много крестиков. То есть, например, если бы у этого игрока лежала такая шестерочка, то ни в коем случае не надо давать ему шестерочки, для того, чтобы, во-первых, он не превратил свою шестерку в шесть победных очков, сделал по ней подложку, а во-вторых, чтобы он не выбрал другую шестерку вместо этой, на которой будут меньше символов крестиков, типа вот такой. То есть, чтобы он не сделал себе вот так. С другой стороны, в первом раунде это может быть достаточно выгодно, потому что за каждую карточку в кластере вы получаете два очка, а вот четвертому, может быть, лучше было бы оставить ту, потому что это четыре дополнительных очка, и что тоже, в принципе, неплохо, и через нее можно продлить этот кластер дальше. В игре классное оформление. Вот эти вот ребята, здесь есть и индейки, и собачки, и медвежата, и коалы, и всякие насекомыши, и, в принципе, сами феечки тоже есть на карточках. Все карты разные, на каждой уникальной иллюстрации. Выглядит очень приятно, а коробочка будет размером с марисоль на русском языке, для того, чтобы у вас просто карточки в коробку влезали в протекторах. Вот в эту маленькую коробочку французскую, которая у меня есть, карты в протекторах не влезают. Также можно понадеяться на то, что в игре будет дополнение, и тогда можно понадеяться на то, что оно тоже вместится в коробку, которая будет на русском языке. Так что, если вы хотите маленькую, быструю и очень красивую игру себе в коллекцию, для того, чтобы можно было перекинуться где-то между большими играми, или, например, ожидая гостей, а также научить в нее играть, в принципе, кого угодно, потому что правила простые, даже новичок с ними разберется, или, например, взять с собой игру в полет, то я могу порекомендовать вам Pixie. Она красивая, быстрая и довольно хитрая. И это все на сегодня, что я вам хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok